Я начну обзор Курского краеведческого музея. Смотрите, а здесь сначала нам представлены растения, которые находятся в Красной книге. Пион тонколистный, острогал, шерстистоцветковый, Василёк Зумской, амела белая и гвоздика Андржей Овскала. И также насекомые, которые в Красной книге. Вот такие вот. Можете сами читать названия. Бронза пкапфиниса. Вот здесь какой классный зелёный жук. Пчела. Хрущ мраморный. Наверное, был любимый жук Хрущева. Мёртвая голова. Действительно, смотрите, на его спинке мёртвая голова. Череп. Сатир триадос. Желтушка голодистая. Галатая. Рыжий ночной павлиний глаз. Малый ночной павлиний глаз. Шелкопрят. Вот здесь вот фотография. Ясень, ёстрый. Байбак. Сурок стеклой. Ледянка. И ночница прудовая. Это летучая мишка. Они все в Красной книге. А также сова болотная. Коршун чёрный. Лун степной. Дятел белоспинный. Здесь какой симпатичный. Сизоворонка. Дятел чёрный. С довольно крупной птицей. У нас в ленобласти намного меньше дятла. И пустелька обыкновенная. Ну и вот тут мышки представлены. Вульхухоль. Вот она. Вот она, Вульхухоль. С таким хвостиком и дымным носом. И там она же. Вот виды вот этих растений. Которые в Красной книге. Дропа. Дятел зелёный. Пальчатокоренник. Мясо красный. Какое интересное название. И касатель безлистный. А также вот мечехвосты. Видите разновидность скатов. Скатиков. Здесь вот морская черепаха бисса. Я думаю, что вряд ли она вводится в Курске. Но зачем-то она здесь. Кстати, черепаха потрясная. Это прям чучело черепашки. Довольно крупная. Наутилус помпилус. Раковина наутилус. Наверное, не совсем относится к Крыльевскому музею. Но всё-таки отпечаток с копаемого трилобита муляж. Мандрепоровый коралл. Кстати, очень большое разнообразие вот этого всего. Можно увидеть его в Зоологическом музее Санкт-Петербурга. Коралл Гартонария. Вот такие вот подвиды его. Здесь вот у нас представлена лопатка мамонта. Вот такая она большая. Степной мамонта. Тут увидим рельеф Курской области. Курск действительно расположен на горах. Курская область у нас Курск. Даже сам город имеет неровную структуру. Ну и вот вся европейская часть России, да. Где мы видим, что у нас Курск находится под Москвой. И много ниже Санкт-Петербурга. Недалеко от Курска, в принципе, Украина, да. Вот она. Ну и юг России. Это уже более детские какие-то. Вот видите, большинство божьих коровок хищники, жуки и личинки. Очень прожорливы. Если не точно, коровка один из более многочисленных видов жизни. От нескольких недель, от двух, трех месяцев. Это в жизни мага. И мага это, скажем, личинка. Их тут, кстати, тоже очень много. Еще жучков-солдатиков красных. Смотрите, вот у нас почвенные организмы, которые живут в этой плодородной земле. А вот те, которые нет в наличии, но мы можем их видеть на рисунках. Большое значение в почве образования имеют бактерии, простейшие водоросли, грибы, пауки, черви, клещи, многоножки, насекомые и даже их личинки. А также мхи, лишайники, высшие растения и даже позвоночные животные. Кроты, суслики, хомяки и другие. И в черноземах лесостепиям количество микробных клеток колеблется от нескольких десятков миллионов до нескольких миллиардов в одном грамме почвы. Общий вес из позвоночных животных достигает 3,5 тонны на гектар. В результате жизнедеятельности этих существ меняется химическая состава, структура почвы, повышает ее плодородие. И вот мы видим, кто у нас тут. Хорь, крот и слепыш. Вот у нас хорь, хорек, да? Это чуть-чуть хорька. Жалко, бедолаг. Вот это у нас крот. На небольшой вот этот слепыш. В условиях пониженного рельефа на оливеральных и деливеральных отложениях под травой и растительностью формируются пойменные луговые почвы. Под влиянием степной травянистой растительности формировались мощные черноземные почвы. Это как раз вот Корск находится в черноземе. Здесь растет, можно сказать, все. Травянистая растительность широколистых листов совместно с листным опадом принимает участие в формировании серых лесных почв. Ну вот здесь виды почв. Чернозем типичный. Чернозем типичный, среднесмытый. Серая лесная почва, содержание гумуса в верхнем горизонте 2,9%. Серая лесная среднесмытая почва, содержание гумуса в верхнем горизонте меньше. Состав почвы, естественно, разный, и она имеет разный расцветку. Вот тут у нас почвенная карта Курской области. Можете посмотреть, где, видите, где какие почвы. Так вот, прям на плане еще. То же самое. Это Курская область, это уже не посреди, что она Курск. Почвенная экологическая характеристика, Мининская лесная дача. Да, вот видите, план дачи. И вот, что здесь, какие почвы. Можете остановить записи, прочитать. А вот это вот виды яблок. Видите, сколько их много разных. Много-много разных. Это вообще считается, что для них столица яблок. Здесь растут все виды яблок. Ну и другие фрукты, груши, ягоды. Все, все, все. Видите, сколько яблочек здесь. А вот имитация яблоневого сада. Видите, красные яблоки на ветках птицы. Зеленые яблоки. Побольше, поменьше. Там вот сзади поменьше. Здесь вот такие крупные яблоки. Диорама сбор плодов в Боянском полособхозе. Дрезды, рябинники и вороны. Здесь вот. Это осенние улюбления в жизни природы. Дятел. Трехпалые дрозды, рябинники. Ну, соответственно, дятел. Вот мы его видим, да. И вот дрозды, рябинники. Вот так тоже Иволга. Такая желтая, красивая птица. И маленькая птичка. Смертная своробушка, не больше щебой. Климат Курской области. Отдельно рассказано про климат. Умеренно-континентальный здесь климат. Средняя годовая температура воздуха увеличится при движении севера на юг в области от 4,6 до 6,1. На самом деле, могу сказать, что чуть потеплее, чем в Питере, но не сильно. Климат все-таки континентальный. Сейчас осень, значит осень. Зима, значит зима. Лето, значит лето. Но средняя температура января самого холодного месяца составляет минус 8,6. То есть, после Питера, конечно, очень даже тепло. Относится к зоне умеренного увлажнения. И вот тоже карта климата. Это у нас птички Скворцы и Грачи. Вот эти вот большие Грачи. Прям большие-большие. Очень похоже на Ворон. Видите, один поймал зука. А вот Скворцы. Серенькую и Крапинку. Вот Грачи. Не путайте с Воронами, если где-то вы видите. По размеру, по габаритам тоже очень похоже. А вот это у нас зимние игрения. Снегири. Вот желтые птички. Ой, уже снегири у нас красные. Что-то я путаю. Вот снегири у нас. Синицы. Ну, все знают, как они выглядят. Клювост. Видите, у него клюв. Со школьной программы, помню. Вот. Перекрещенный клюв. У Клеста вот такая птичка. Рыжая. Королек желтоголовый. Маленькая, крохотная птичка, меньше горобочка. И ласка. Маленькая зверушка. Это, я думаю, что детеныш ласки. Любой. Какой-то подросток, очень маленький. Вот здесь у нас представлен осколок метеорита. Обнаруженный в 1874 году. Всеврюково-Корской губернии. Ныне Белгородская область. Вот здесь у нас тазовая кость степного мамонта. Возможно, того же самого, у которого была токс-лопатка. Вот это, скорее всего, какой-то клык. Тоже коту мамонта. А вот этот мамонтенок любил работу скульптора Палеонтологического музея Скварцова. Ну, это, естественно, муляж. То есть, натурального где-то мамонтенка. Сделали скульптуру. Здесь представлена летопись Земли. Вот такие стенды развития. Вот эти неоген, полиогеновый период, юрский период. То есть, это уже начинает с самых древнейших. Кембрийский период. Длительность 70 миллионов лет. Представляете, насколько древняя наша планета. И, насколько мы маленькие букашки в ней. Вот здесь у нас декембрийские породы, составляющие кристаллический фундамент Курской области. Что мы можем увидеть? Тут розовый мрамор. Сероватый белый кварцитый песчаник. Рисцовый розовый микролит. Гранит розовато-серый. Габрадиабас. Сланец мусковитый. Карбонатная порода с тремолитом. Сланец кварц. Сланец биотитамбиловый. Пластинчатая железная слюдка. Рыхлая железная слюдковатая руда. Плотная мартитосидеритовая руда. Лимонетизированная. Вулканогенный. Метаконгломерат, содержащий золото и плотиноиды. Глинистый графитовый сланец. То есть вот породы, которые лежат в основе возвышенности, в основе грунта Курской области. Вот так они выглядят. Вот так они выглядят. Породы это милости димонского периода. Так, я вам покажу вот так вот. И потом пройду. Просто очень долго будет, если я буду все зачитывать. Вот так вот покажу. Это вот димонский период, как раз в морской период. Здесь очень много кораллов и прочее. Возможно, да, когда-то здесь были воды и моря. Видите, да, вот когда-то Курск был на суше, а в какие-то времена здесь была вода. Вот, все было в море. Породы это милости юрского периода. Так, смотрим. Да, вот они названия. Теперь смотрим, какие они были из себя. Породы это милости юрского периода. Вот, в каменно-угольного и пермского периодов. Видите, часть была затоплена, а часть все-таки насоса. Смотрим, что это. Другие породы. Ну и вот, вот так вот. Вот в юрском периоде, видите, как раз была часть под водой. Ну и вот, вот так вот. Вот, вот это смотрим. Ну и естественно, вот эти все породы сохраняются и присутствуют в грунте. Вот, вот это было выточное безумие с кусковской. Вот, в полях. Фотография милового периода. В миловом периоде курс был полностью в море, в морях. Видите, какой длинный период. 135 миллионов лет назад он начал, и длился 70 миллионов лет. Так, и начали прочитать, придется вот так. Вот породы, крупные очень экземпляры. А вот сам весь отпечаток лаврового листа. В третичном периоде, опять же, все было в морях. А вот какие огромные раковины. Часть скелета раковины головоногого моллюска. Представляете, какой он был огромный. Это неогенный период, а кость кушенок кушенок кушенок. Вот эти огромные, огромные кости. Сейчас посмотрим. Нижняя челюсть молодого мамонта, зуб мамонта. Так, насколько я понимаю, вот она нижняя челюсть. Вот это зубик. Шейный позвонок. Вот он. Да, это один позвоночек. И это у нас тазовая кость. Мамонты. Здесь мамонты ходить. Это у нас древнепровский и донской языки максимального оледенения в пределах Курской области. То есть когда-то здесь были и оледенения, да, кстати, чего вымерли мамонты и прелесть, другие животные. Вот мы видим череп шерстистого носорога. Вот это рог благородного оленя. Вот это рог травобытного языка. А это баллоны, принесенные в Курскую область. Днепровским ледником, северо-запада Европы, Скандинавский гор, Финляндии и Карелии. Вот они все. Вот они все. Вот это булевшегося дерева обнаружен в отложениях Мезозойской веры. Вот это у нас магматические горные породы. Почитаем, какие они. И посмотрим на них. Здесь одна, кстати, на стенах первая булевая. Вышка на месте первых исследователей работ в районе города Щегры. Вот фотографии. Первые советские исследователи КМА. Первое служебное помещение. Ну, я думаю, что такие фотографии можно найти в интернете. Вот видите, в 1927 году и скважин буровой впервые вынесли на поверхность первые керны железной руды. Вот они как выглядели. Вот это осадочные горные породы. Это не выглядит. Это не выглядит. Так. 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 Так.